Всем привет! В феврале прогнозируют три мощных и несколько незначительных магнитных бурь. Но давайте обо всем по порядку. Итак, в феврале ожидаются магнитные бури в такие даты. 4 и 5 февраля. Ожидается мощная магнитная буря. Но будьте внимательны, потому что это первые выходные после длинных январских праздников, поэтому организм может быть ослаблен. Магнитная буря 11, 12 и 13 февраля. Это самая длинная магнитная буря февраля. Она продлится целых 3 дня. Кроме того, по уровню тяжести она не уступает первой, поэтому будьте осторожны. Магнитная буря 20, 21, 22 и 23 февраля. В эти даты прогнозируются незначительные, однако длительные геомагнитные колебания. Хотя они и не будут столь мощными, но все равно следует в эти дни обращать внимание на свое самочувствие. Магнитная буря 21 февраля. Это последняя и самая короткая по продолжительности, однако относительно сильная магнитная буря в этом месяце. В общем, февраль будет тяжелым месяцем в вопросе повышенной солнечной активности и геомагнитных колебаний. Однако также следует обратить внимание на то, что солнце не постоянно и прогноз его активности может меняться в дальнейшем. Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на солнце, а также повышенная солнечная активность могут быть опасны для здоровья человека, особенно для метеочувствительных людей или людей с хроническими болезнями. В эти дни особенно увеличатся риски развития гипертонии, аритмии, а также давно забытые болезни снова напомнят о себе. Именно поэтому очень важно знать о такой информации, как переносить магнитные бури и прогноз этих магнитных бурь. Но есть общие рекомендации, как уменьшить влияние солнечной активности на человека. Во-первых, обязательно стоит узнать заранее, когда будет магнитная буря в этом месяце, а особенно если вы метеозависимый человек, постоянно испытывающий на себе влияние таких колебаний. В опасные для здоровья дни, когда повышенная солнечная активность рекомендуется. Первое, проверить свою аптечку. Проведите ревизию и убедитесь, что у вас есть все необходимые лекарства, которые вам необходимы во время магнитных бурь. Второе, обращаться к врачу, а лучше делать регулярные обследования, если у вас каждый раз критически ухудшается здоровье, но не стоит заниматься самолечением, только к специалисту. Третье, полноценный сон, правильное питание и слежение за питьем. Особенно нужно пить воду и травяной чай, это залог успеха. Режим дня и здоровый образ жизни очень важны, и не только во время магнитных бурь, а и постоянно. Четвертое, избегайте серьезных нагрузок, однако не забывайте о важности пеших прогулок на свежем воздухе, а также подвижный образ жизни. Пятое, в дни повышенной солнечной активности не идите в толпу и по возможности оставайтесь дома. Зная точные даты магнитных бурь, можно минимизировать стрессовые ситуации, контролировать головные боли, спазмы, давление и пульс, и не допустить серьезного влияния активности солнца на организм. Главное это правильно питаться и пить больше воды, и тогда все эти дни пройдут для вас как можно менее заметными.